Генеральному директору компании «Хеливерт» Александру Кузнецову исполнилось 60 лет. Он возглавляет крупнейшее российско-итальянское предприятие по производству вертолётов со дня его основания. Поздравление юбиляр принимал на работе от коллег, представителей Люберецкого бизнес-сообщества и главы округа Владимира Ружицкого. Луиза Егизаряна расскажет подробности. В компании «Хеливерт» июнь 2020 года насыщен юбилейными датами. 22 июня исполнилось 10 лет с момента закладки капсулы фундамент будущего производственного комплекса. А 27 июня – 60-летие человека, стоящего у истоков его создания. Александр Алексеевич, я хочу сказать, что вы замечательный человек, профессионал. Вы в прекрасной форме. Я искренне вам желаю в этой форме как можно дольше быть, совершенствоваться. Как в физическом плане, так и с точки зрения инженера, вам творческих подходов, творческих идей. В честь юбилея Александр Кузнецов получил из рук Владимира Ружицкого знак отличия городского округа Люберцы. С символичным названием «Благодарю». Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли, приехали к нам. Для нашего предприятия это большая честь. Мы очень рады гостям. Вы знаете, что наши двери всегда открыты. Экскурсия, проведенная для гостей, доказательство этим словам. Александр Кузнецов показал самые интересные уголки огромного вертолёта строительного производства, где есть возможность побывать в кабине пилота на стадии его создания. Машинность готова на 38%, можно на 40%. Это многофункциональный двухдвигательный вертолёт АВ-139. Он считается одним из мировых лидеров в своём классе. На данный момент на производственных площадках компании «Хеливерт» собирают три таких летательных аппарата. В нём будет установлена мультимедийная система, система обогрева несущных лопастей и хвостовых лопастей, кондиционирование воздуха. То есть все системы для комфортной эксплуатации вертолёта в разных условиях. В зимний период и в летний период. На создание винтокрылой машины уходит от 6 до 9 месяцев. Сборку этого вертолёта начали в середине апреля. По словам сотрудников компании, уже в конце ноября он покорит небо.